Деда, деда, а ты на войне ходил в штыковую атаку? Конечно, ходил. Я вообще на войне очень любил ходить в штыковую атаку. Все такие бегут, а я иду. В главе с Шельфтем рассказывается о том, что когда наши предки выходили на войну, особо назначенный коин, священник, обращался к воинам со словами увещевания. «Да не будет мягким ваше сердце, не бойтесь, не робейте и не страшитесь их». И на первый взгляд легко сказать «не бойтесь». Это абсолютно нормально для солдата испытывать страх на фронте, на передовой. Однако, раз Тора говорит «не бойтесь» и формулирует это как предписание, как повеление, – значит, это в той или иной степени является вопросом решаемым и подвластно выбору человека. Человек не может контролировать спонтанное возникновение пугающих мыслей у него в сознании, но он может сделать сознательный выбор не обдумывать то, что его пугает, а сконцентрироваться на конечной цели и тем самым побороть страх или, по крайней мере, ослабить его. Это имеет отношение не только, так сказать, к области военного дела, но и к каждому из нас в мирное время. Поскольку борьба наших предков за обладение Святой Землей и за расширение ее пределов является прообразом, некой духовной моделью нашей работы в этом мире, нашего духовного воздействия на мироздание. И в процессе исполнения этой миссии возможна ситуация, которая может нас пугать, которая может даже представлять определенную опасность, но это оборимо, это решаемо, поскольку, избегая мыслей пугающих, концентрируясь на позитивном и фокусируясь на конечной задаче, мы в состоянии преуспеть. И само повеление свыше «не бойтесь» дает нам силы для того, чтобы побороть эти страхи. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.